Губернатор Магаданской области Сергей Носов провел заседание регионального правительства. Глава региона обсудил с кабинетом министров развития культуры, туризма и сельского хозяйства на территории Магаданской области. В рамках национального проекта «Культура» в регионе капитально отремонтируют пять учреждений культурно-досугового типа в Тинькинском, Ольском, Хасынском и Ягодинском городских округах. Четыре учреждения дополнительного образования оснастят учебными материалами и музыкальными инструментами. Пять модельных библиотек создадут в Тинькинском, Ольском, Ягодинском, городских округах и в областном центре. С министрами обсудили развитие туризма в Магаданской области. Сергей Носов подчеркнул, что Колыма имеет колоссальные возможности в развитии туризма и поручил взять этот вопрос министрам под контроль. Почему-то, если хочется поехать отдохнуть или предлагать определенные виды отдыха, как открываешь там Камчатка, Камчатка и Камчатка. Поехать куда-то в Магаданскую область никакой информации нету. И не с точки зрения, что можно увидеть, посмотрите, как у нас тут красиво. Вот фотография одна, вот фотография другая. Остановиться где? Заказать у кого отдых, программу туристическую где? Негде. Поэтому здесь не только субсидирование, льготирование и так далее. Нам инфраструктура нужна туристическая. Я даю поручение серьезно, спокойно, без ажиотажа готовить. На заседании глава региона подписал постановление об утверждении государственной региональной программы развития сельского хозяйства Магаданской области. Документ касается текущего состояния сельского хозяйства и перспектив его развития до 2025 года. Программа нацелена на обеспечение продовольственной безопасности региона, импортозамещение и увеличение объемов производства мяса, свинины, птицы, крупного рогатого скота, молока, яиц, овощей, закрытого и открытого грунта, картофеля, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, ввод новых производственных мощностей в агропромышленном комплексе. В программу включено возмещение части прямых понесенных затрат на создание, модернизацию тепличных комплексов для производства овощей в защищенном грунте, а также затрат на создание, модернизацию овощехранилищ. Региональные власти планируют в том числе построить овощехранилища в Северо-Овенском городском округе, повысив продовольственную безопасность отдаленных и труднодоступных населенных пунктов Колымы.